Всероссийский день физкультурника в Самаре потряс масштабами. Рядом с бассейном лучшие команды по стритболу разыгрывали кубки всероссийского турнира «Оранжевый мяч». 400 спортсменов, 100 команд. Тенденция современного спорта – атлеты выходят соревноваться на улицу. У нас, конечно, работает более 20 площадок. Сегодня мы ожидаем просто большое количество любителей не только стритбола или баскетбола, но и других видов спорта, любителей физкультуры, поклонников здорового образа жизни, которые придут сегодня, проявят себя здесь на наших площадках, получат в первую очередь, конечно, удовольствие от занятий спортом. Лето с футбольным мячом проект партии «Единая Россия» в день физкультурника определились чемпионы-призеры Самары среди дворовых подростковых команд. Главный приз турнира – товарищеский матч. Команда капитанов против сборной команды ветеранов крыльев советов, спортивных боссов и депутатов городской думы. Финальный счет 2-2. Игра сама была очень интересная, фактически на равных, что и выразилось в конечном счете. Я думаю, что у мальчишек это очень запомнится. А если это запомнится, значит, это тоже каким-то станет их вектором дальнейшего какой-то спортивной жизни. Кульминацией физкультурного праздника стала сдача нормативов готов к труду и обороне России. В Самаре пытаются возродить советские спортивные традиции. Раз, два, три. Секретарь рек отделения «Единой России» и председатель городской думы Александр Фетисов свой первый значок ГТО получил еще в школе. Когда стартовал новый спортивный проект, депутат один из первых сдал норматив. Некоторые дисциплины с трехкратным перевыполнением плана. Состязания в беге, прыжки в длину, отжимания, подтягивания, метание гранаты, стрельба из винтовки. Те, кто успешно прошел испытания, получили зачетную книжку с результатами удостоверений и значок ГТО – серебряный или золотой. Очень хотел сдать, даже друзей звал там, многих просто не смогли ввиду занятости. Но ощущение было того, что я смогу взять один из значков – серебро или золото. Самым спортивным оказался промышленный район Самары. Всего же пока только 200 жителей областной столицы готовы к труду и обороне. Именно столько горожан от 11 лет и старше сдали физкультурные нормативы. На самом деле стрелковый рубеж – самый сложный из всех этапов ГТО. Здесь нужно иметь не только меткий глаз, но и сильные руки. Потому что лично у меня рука, которая держала винтовку, очень сильно дрожала. И постоянно винтовка у меня гуляла то вправо, то влево. Посмотрим на результат. Съемочная группа телеканала «Самары ГИС» получила серебряные значки ГТО. В будущем некоторые дисциплины заменят на более современные, чтобы как можно больше молодежи заинтересовалось спортом. Сергей Кизоркин, Иван Карпов. События.